День физкультурника День физки, профессиональные спортсмены и начинающие любители спорта и просто все желающие. Сегодня на шести баскетбольных стойках будут проходить баскетбольные баталии, участвуют практически все возраста и мальчики, и девочки, и взрослые. Будет весело, жарко и от солнца, и от эмоций. Все любят этот фестиваль, все приходят с удовольствием, участвуют, поддерживают. Поэтому праздник спорта сегодня обеспечен. Инициаторами проведения мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорту города Донецка, Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, а также Федерация баскетбола Донецка. Да, сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Дню физической культуры и спорта. Мероприятие приводится при непосредственном участии администрации города Донецка. В этом мероприятии участвуют более шести видов спорта. В основном это, конечно, наши дети, наше юное поколение, которое должно прославить в дальнейшем наш город, ну и в дальнейшем, конечно, нашу республику. Поэтому больше социально значимое мероприятие, которое показывает, что спорт, он должен быть впереди, основой, то есть дети должны заниматься спортом, ну и родители, конечно, должны это видеть, потому что от родителей уже зависит, как ребенок будет дальше развиваться, потому что спорт, он и дисциплинирует, помогает жизни. Ну, я думаю, и в дальнейшем ребенок не обязательно должен быть великим спортсменом, но, тем не менее, я думаю, спорт поможет ему, чтобы развиваться как физически, психологически, ну и других, я думаю, сферах деятельности, он будет полезен для нашей республики. Перед началом соревнований состоялись показательные выступления спортсменов по стритболу. В состязаниях приняли участие порядка 60 команд и в общей сложности около 600 спортсменов. Это и баскетболисты, и роллеры, и футболисты, и велогонщики. Также все желающие могли испробовать себя в армрестлинге. Суть мероприятия очень простая и правильная – пропаганда здорового образа жизни для подрастающего поколения. Ты сюда пришел зачем сегодня? Играю в стритбол. Ты в стритбол играешь? Да. Давно? Года. Ну, год. Сколько тебе лет? Десять. Скажи, почему ты решил заняться стритболом конкретно? Ведь можно сидеть дома перед компьютером и играть там. Я люблю баскетбол, и компьютер, он портит глаза, и ты ничем не научишься. А так можно посмотреть на старших, можно что-то повторять. Именно старшие должны личным примером показывать детям, что здоровый образ жизни – это хорошо. Кстати, многие юные спортсмены пришли на соревнования со своими группами поддержки в виде пап и мам. Вы сегодня здесь с какой целью? Поболеть за своих детей и за друзей детей. Ваши дети занимаются спортом? Дети занимаются баскетболом, а друзья занимаются на роли-дроме. Скажите, ну вот насколько важно сейчас ребенку заниматься спортом? Лучше заниматься спортом, чем сидеть за компьютером или где-то заниматься непонятно чем. Ну а что это ребенку дает? Здоровье, дружбу, интерес, соревнования, уверенность в себе, счастье, радость, победы. Ну и иногда разочарование, если не выиграли. Но в целом укрепляет здоровье, готовит к будущей жизни. Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. Укрепляя здоровье, физкультура, спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух. Воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чек, специально для Новороссия ТВ. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чек, специально для Новороссия ТВ.